Друзья, всем Маткульт привет! Это будет новостной ролик, очень длинный, запасайтесь, как говорится, терпением и попкорном. Кому лень слушать, в описании основные моменты будут означены. Ну а мы начинаем. Записываем мы его 31 мая, выйдет он в начале июня. И поэтому назовем мы его так, новости мая и июня. Ну или новости грядущего лета, можно еще так назвать. Итак, первое. В каждом новостном ролике я буду напоминать, что я всех подписчиков приглашаю на свой день рождения. 50-летие, мой юбилей, главный в жизни юбилей. Состоится этот праздник в республике Адыгея с 12 по 17 декабря примерно. Ну там немножко могут меняться даты, но в целом у меня день рождения 13 декабря. Соответственно, вокруг этой даты будет самое главное событие проходить. В частности, собственно говоря, день рождения совмещается с конференцией Экономикон Агу, в которой я являюсь главным вдохновителем, организатором, составителем программы и таким, как бы, что называется, царем. Вот, поэтому для того, чтобы посетить Экономикон Агу, а также стать участником празднования 50-летия Саватеева, достаточно написать мне на хибины мейл.ру и приехать в Адыгею, ну и, в общем-то, заботиться жильем, потому что если нас будет достаточное количество, то мы не сможем централизованно решить этот вопрос. То есть нужно, как бы сказать, приехать на эти дни в Адыгею, самостоятельно, значит, купив билеты и обеспечив проживание. А дальше уже мы вас вовлечем в этот круговорот событий, который там будет происходить в эти дни. И, возможно, будем просить о той иной помощи время от времени, что-нибудь туда подбежать, там где-то кого-то встретить. Ну, в общем, вы едете, как сказать, вы едете не только как гость, вы едете еще как, как бы сказать, как помощник, да, участник действа, как сотворитель моего юбилея. Это была новость номер один. Новость номер два. Магистратура Адыгейского государственного университета по теории игр, она получает дополнительное свежее дыхание за счет того, что к нам присоединяется Владимир Викторович Мазалов, замечательный ученый из Петрозаводска, Петербурга, Китая. Ну, в общем, он живет в Петрозаводске, но работает во многих местах. Очень известный телеский гравик, один из самых активных, кто сейчас есть в России, вот, значит, на этом горизонте. Он к нам присоединяется, будет руководить магистрскими работами, будет помогать в этой магистратуре, даже, может быть, вести что-то будет, но посмотрим. В общем, он согласился принимать самое активное участие, он мой друг и коллега. Ну, и, в общем, мы устроим стрим вместе, и я, и он, и Райгородский, и ректор университета Даут Казбекович Мамий, еще несколько человек позовем. В общем, стрим будет 14 июня в 19.30, по ссылке, которая в описании есть. Поэтому, если вы интересуетесь магистратурой и хотите про нее подробнее узнать, то приходите на наш стрим, ну и, соответственно, после этого можете подавать документы, поступать к нам и учиться теории игр в Майкопе. Вот так. Первые две новости были связаны с городом Майкоп и Адыгейским госуниверситетом. Третья новость заключается в том, что 8 июня, то есть уже буквально через несколько дней состоится вторая ежегодная конференция общественного, или как называется, движение, общественного движения, народного движения «Родная школа». Значит, у нас будет много интересных докладов, программа сейчас финализируется. Здесь по ссылочке адрес, на который надо написать, чтобы принять участие. То есть нужно написать и зарегистрироваться. Ну, я не думаю, что будет какое-то большое количество народу. Зал вмещает 100 человек. Это, кстати, Филипповская школа. Спасибо Михаилу Викторовичу Поваляеву за то, что он нас пригласил к себе провести конференцию на базе его школы. Ну, и там человек 100-то, я думаю, что разместим. Поэтому, как бы, пишите до какого-то момента. Видимо, это не будет никак регистрироваться. Я не думаю, что... В смысле, не будет никак ограничиваться. Я не думаю, что будет реально больше, чем человек 15-20. Значит, адрес вот здесь в описании. Четвертая новость тяжелая. Тяжелая. Я сейчас буду о ней философствовать немножко. По стороне прокатилась волна посадок, арестов точнее, пока, слава тебе, господи, еще не посадок, но арестов известных ученых, в том числе и член корреспондентов РАН. В общем, происходит что-то очень нехорошее. И здесь, как бы, я когда это написал в ВК, там сразу очень много... Сразу возник какой-то ужасный спор, там много сотен комментариев. Значит, речь шла в ВК про конкретного человека, про... Абрамова, это член корр РАН, который... Сейчас, прошу прощения. Да, 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 Сергея Михайловича, по-моему. Вот, которого арестовали в Переславле-Залесском. Он директор института, прошу прощения, института, который работает над нашими русскими компьютерами. И местные, я могу сказать прямо вам, что думают местные, что это просто прямая американская диверсия, англо-американская. То есть, следователь является прямым агентом иностранных спецслужб. Предатель родины не Абрамов, а следователь. Так считается, по крайней мере, в народе Переславля-Залесского. Тут же я получил информацию еще о том, что в институте теоретической прикладной механики Христиановича арестован главный научный сотрудник Валерий Звегинцев и еще несколько человек. Все они обвинены в госизмении. Значит, авторы... Я даже зачитаю кусочек из этого обращения. Понятно, что такая тема, которую все говорят опасно вообще касаться, оставь это в покое. Но дело в том, что, понимаете, мы не сможем... Если это действительно предательство каких-то из наших госслужащих, то в этом надо разбираться, чтобы его устранить и чтобы людей освободить. Поэтому гласность, и это очень важно. Я не настаиваю на том, что это версия правильная, что это действительно прямой подкуп британской разведки. Есть, грубо говоря, четыре разных версии, которые высказываются в интернете. Первая, та, которую я озвучил. Вторая, это что эти люди действительно виноваты в том, что им инкриминируется. Хотя вот в случае с Вегинцевым инкриминируется выступление с докладами на международных семинарах и конференциях. Ну, для ученого, я прошу прощения, естественно выступать на международных семинарах и конференциях. То есть это что-то просто запредельное. Ну, это сигнал, ребят, ну какая наука, вы ни в коем случае ею не занимаетесь. Вас могут просто арестовать и посадить. Просто за то, что вы выступите там в Китае на конференции. То есть обвинение звучит совершенно абсурдно и чудовищно. Может быть, за этим прячется какое-то там что-то, что не договаривается в открытых источниках. Я могу это допустить. Я не либерал, чтобы как бы сходу это отметать. Но, понимаете, важно, вот важно, когда много народу говорит, что знают лично этого человека, и он порядочный, он патриот, и все это совершенно безумно, то больше я доверяю именно этому. Ну, вот, так сказать, это я отвечаю тем патриотам, которые... Арианам патриотам, которые написали в комментариях, Алексей, раз арестовали, у нас просто так не сажают, перестаньте в это лезть. В общем, есть как бы четыре, да, четыре вот проговариваемых версий, что первое, это вот, что следователи просто предатели Родины, и хотят сделать так, чтобы у нас не было существ... Это же тот второй институт, это же тоже там гидродинамика, по-моему, или что-то такое. Сейчас, прошу прощения, сейчас посмотрю, институт теоретической прикладной механики. Ну, вы понимаете, что это означает? Аэродинамическая наука, это самолеты. Это наши отечественные самолеты. Тут компьютеры, там самолеты. Вы понимаете, да, что версия предательства, она как бы очень сильно подтверждается тем, что это самые-самые болевые точки на сегодня. Вот, потом, значит, соответственно, ну, вот эта версия, очень странная версия, что они действительно в чем-то виноваты, я совершенно в эту версию скажу сразу, я на данный момент не могу в это поверить, потому что тут пишут люди, которые с ними знакомы. Третья версия, это что просто подонки и мразь себе вот эти вот набирают баллы, вот им нужно посадить столько-то людей, вот они это и делают. То есть это просто вот такая брутальная версия. Ну и четвертая версия, такая любимая версия либеральной общественности, что это просто наша власть, она в принципе ненавидит науку и сажает наиболее хороших ученых. Ну четвертую версию я, пожалуй, всерьез обсуждать не буду. Вот, но вот все, что я могу здесь сделать на моем канале, это проблему обнародовать, что я и делаю. И давайте мы разберемся, да, все, кто меня любят, уважают, все влиятельные люди правительства, пожалуйста, обратите внимание на эти ужасные, значит, дела уголовные. И если на самом деле речь идет об ошибках, то, пожалуйста, сделайте все, чтобы как можно скорее эти ученые вернулись домой и продолжили свою работу на благо нашего Отечества. Вот так. Так, пятая новость. Планы на лето. Значит, план... Так, стоп, одна секунда, я извиняюсь. Пятая новость, это некоторое количество других совершенно бредовых явлений, которые происходят, значит, по нашей стране. Например, в Удмуртии мне сообщили, правда, пока еще не дали название районов, что убрана сельская надбавка учителям 25%. Значит, если это сделано тихо и под шумок, то люди, которые это сделали, ну, я извиняюсь, они сидеть должны. Ну, или, я не знаю, должны быть освобождены немедленно от своих, значит, этих самых, должностных положений. Вот, то есть я хочу сказать, опять же, я обнародую это. Это было, мне было это сказано в личном разговоре, поэтому это, во-первых, надо проверить, что так и есть. И если действительно в сельских районах, значит, пожалуйста, кто знает конкретику, у меня много подписчиков, если кто знает конкретику, пожалуйста, в комментарии обязательно напишите конкретику, правда ли это, в каких районах это, если это правда. И мы будем давать этому делу ход. Понятно, да? То есть мы будем обращаться, может быть, депутатский запрос делать, может, что-то еще. Там же в Удмуртии классного руководителя заставляют ходить и проверять пожароопасность во всех домах, там, печное отопление, во всех домах своих учеников. Это тоже, это абсурд какой-то в грандиозной совершенно степени. Правда, я слышал, что эта проблема уже известна. Вроде как Рособорнадзор пытается понять, кто там дал соответствующие приказы. Но, в общем, тоже надо разобраться. Ну и я здесь не буду перечислять всех маразмов сегодняшнего дня. Я вместо этого призову подписчиков, которые, значит, учителя в школах, или ученики, или родители, про любые вот эти маразмы вида гиперопека или что-то похожее, ну или вообще любые такие вещи, которые нельзя терпеть в российских школах, пожалуйста, присылайте мне в комментарии. Будем пытаться по мере наших сил разбираться с каждым таким случаем, ну, насколько, я говорю, насколько у нас хватит сил, времени и нашего запала. Будем стараться помогать. Да, вот атлас новых профессий. В московских школах развесили бред сивой кобылы в виде атласа новых профессий. Непонятно, кто дал приказ, кто развесил. То есть везде какая-то мышиная подлость под ковром везде идет. Нам надо уже вычищать это все. В родной стране живем. Надо ее уже, это самое, приводить в норму. Так, шестая новость. Золотая пряжка на зеленом кольце Москвы. Вчера я, наконец, закрыл зеленое кольцо Москвы. Последние 7 километров мне оставались, но я их включил маршрут длиной 54 примерно, 53-54 километра, о котором подробно описал в ВК. Вот здесь, смотрите, по ссылочке. Ну и сразу это переходит в седьмую новость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, правильно. Седьмая новость. Проект Музей Москвы вместе со мной прошелся по моему любимому маршруту в парке Измайлова. Я, как экскурсовод, показывал достопримечательности парка. И это все, вот, видео снято, в ВК выложено. Вот здесь по ссылочке, смотрите, получилась вот такая вот прогулка по Измайлово. Ознакомительная. Видеопрогулочка на 20 минут. Спасибо ребятам из Музея Москвы. Восьмая новость. Планы на лето. Ну, какие у нас планы на лето? Планы на лето большие, как всегда. Значит, ближайшие дни мы на даче. Потом мы, значит, потом у меня будет выезд в Питер там с корпоративной лекцией. И с интервью, которое мы с Максимом Протусевичем попробуем записать. Совместный такой, как бы, совместный разговор. Дальше. Это директор 239, естественно. Все знают, наверное. Замечательный человек и мой друг. Так. Дальше у нас будет 8 июня конференция родной школы, как я уже сказал. Потом мы едем в Беринди и Выполяны. А, 9-го будет записи с Наукой ПРО. Дальше Беринди и Выполяны с 11 по 23 июня. Я там более-менее безвылазно, кроме одного дня, когда я в Питер поеду встречаться с человеком. Он там будет на экономическом форуме вот этом грандиозном. А я пойду, значит, с ним поговорить. С одним моим... Ну, с одним из моих, можно сказать так, работодателем. Вот. О планах на будущий год по набережным Челнам и вокруг. По Камбскому математическому центру. Так. Дальше, значит, мы вернемся из Бериндиевых полян. Тут же улетим в Иркутск. Отвезем детей в Тулун. Сами поедем разбираться, что у нас в Больших Котах. И я вернусь... Так, вернусь для того, чтобы поучаствовать в нескольких мероприятиях на юге России, в Адыгейской республике. Будет поход 30-ка с Саватеевым. Ну, там закрытый набор внутри университета. Будет организовываться студентов на этот поход. То есть переход через горы с научным общением. Планируется мой сын еще. Галочка, жена, наверное, попробует присоединиться. И там еще другие преподаватели. Сева Воронов собирается. Может быть, Паша Тарасов пойдет. Ну, и мы будем вот такой-такой, как бы, научный туризм называется. Начнем на майкопской территории, на территории майкопского района. Потом по 30-ке пойдем туда, через горы к морю. И в Сириусе завершение. Там же в Сириусе я поучаствую в этих самых, как называется, проект Большие Данные, по-моему. Как всегда, прочту лекцию. И улечу уже до конца августа на Байкал. Дальше мы будем в Больших Котах в нашем домике жить. Ходить там вокруг по горам. И школа Рыгородского в качестве вишенки на торте в самом конце августа. Вроде я ничего не забыл. Потом семестр. Но это будут отдельные новости где-нибудь к концу года. Будут новости конца лета, где я это расскажу. Так, ну, наверное, я изрядно всех достал. Но, тем не менее, до начала рекламы всевозможных совместных мероприятий, которые были проведены, я хочу сказать, что Саша Филатов опубликовал на Степике полный курс со всеми там конспектами и так далее. Или там, не знаю чем, упражнениями. Ну, в общем, крутейший курс по нашей книге. Не по вот этой книге, которую вы здесь видите, а по рыжей книге. Занимательная экономика от Адая. Теория экономических механизмов. Вот, здесь вот я его прямую речь помещаю. Надеюсь, что даст мне YouTube разрешить такой большой объем здесь поместить. Все ссылки необходимы здесь. Проходите летом этот курс. Очень круто. Вот. То есть те, кто себя умеет мотивировать, да? Кто умеет себя мотивировать на собственное самообразование, идите туда и изучайте наш саший курс. Ну и, наконец, несколько коллабов со мной. И еще отдельно будет у меня реклама. Значит, я хочу всех познакомить с учителем физики Джоудатом Закировым, который снял 70 уроков физики. Он меня поймал в IT-лицее в Казани, когда я читал там лекцию. И говорит, Алексей Владимирович, дорогой, вы можете мой канал, вот я сделал то же самое, что вы с математикой, только с физикой. Можете порекламировать? Я говорю, да, конечно, могу. Человек очень серьезный, задержательный, сразу видно. Вот. Поэтому вот вам канал, где вы можете изучить физику. Сейчас у нас полная труба с учителями физики по стране. И вообще с преподаванием физики. Ну вот хотя бы, не знаю, хотя бы в лучших интернет, значит, в этих самых записях можно ее взять. Ну и, естественно, Павла Виктора тоже можно смотреть по физике. Так, и теперь коллабы мои. Так, с Эбонитом и Легионом. Приехал к ним, значит, к ребятам на базу. Они сейчас, значит, этот самый стобальный репетитор. Включает сейчас Саша Золотухина, который мне давал эту самую студию в Измайлово. Я к ним зашел. Вот два из трех роликов вышли. А именно наш разговор. Тут написано коллаб. Это на самом деле, это подкаст. Это называется подкаст. Саша Золотухин и Эриком Стабальным. Дальше мы у него разобрали одну прикольную задачку, последнюю задачу из ЕГЭ. Такую, ну, вдумчивую задачу. Мы с ним вместе разобрали, все втроем. Тоже уже вышло у них. Так, на конференции в РИА Новости я выступил. Ну, это вы видели уже, те, кто на мой канал подписаны. Я просто выложил это прямо на канал. Так, у Виталия Ершова, моего парикмахера и подписчика, мы записали прямо во время стрижки Саватеева. Я отвечал на вопросы из анкеты Маншселя Пруста. Это получилось исключительно прикольно. Я прям вот как включил, я не мог оторваться. Смотрел, смотрел, пока не посмотрел до конца. Хотя, понятно, времени мало, но тем не менее. Значит, всем рекомендую Виталия. Кто хочет стричься, к нему все давайте. Уже несколько лет подряд он меня, значит, стрижет. Вот, естественно, стрижет меня на волонтерских началах. И я с радостью, с радостью его канал рекламирую и вообще его самого. Отличный парикмахер. Собственно, вы видите, какой он парикмахер замечательный по моей стрижке. Вот, я всегда очень доволен. Бываю, и даже жена довольна, а у нее в этом смысле как бы, ну, гораздо более критически. Мне-то вообще... Посещение Сарова выложено у них на ресурсе. Это университет Сарова, технопарк университета. Но скоро обе лекции появятся и здесь на канале у нас в течение лета. У поступашек вышел новый видос со мной. Пожалуйста, всем смотреть. Тоже большой разговор там про обучение математике и вокруг. На последнем специи обсуждали проблемы школы. А также на специи есть запись заседания Никитского клуба 30 марта про реформы образования. Там я его вел. Ну, вел Привалов, но я был, значит, организатором этого действа. Бояршина в последний вот здесь тоже. Стрим с Хованским тоже здесь. Ну, и скоро еще будут какие-то коллабы. Ну, сейчас уже все. На лето как бы Саватеев более-менее закрывается. Но из того, что уже записано, еще несколько не вышло. Например, с Глотовой не вышел коллаб пока. Вот. Ну, и, в общем, я хочу всем пожелать хорошего солнечного лета, походов, исполнения, что называется, всех желаний, у кого какие желания есть. И канал на время лета не перестанет выпускать видео. У нас очень большой запас. Мы записали очень много. Ну, и вот этот запас будет постепенно выходить. А иногда, может быть, я запишу что-нибудь такое вне очереди. Не знаю, с Байкала захочется что-нибудь записать. Я запишу или еще откуда-нибудь сбередею в полян. Ну, в общем, канал живет. Пожалуйста, значит, не забывайте. О нем не забывайте обо мне. Есть кнопочка Boosty, которая, значит, тоже в описании внизу имеется. Подписывайтесь на ежемесячную поддержку, чтобы мы могли работать и жить. Я со всей своей большой-большой семьей, со всеми моими братьями, которые помогают по каналу, друзьями, помощниками, чтобы вся эта движуха не прекращалась. Математика будет жить вечно. Маткульт, пока!